Доброе утро, друзья! Наш тайм-аут подошел к концу. Надеюсь, вы даже не заметили нашего отсутствия. Взяла небольшую передышку от съемок, но мы наконец-то возвращаемся. Идем в детский сад. Да! Идем. На улице ветер. Если вам плохо слышно, уж прошу меня простить. Сегодня утро понедельника, если честно, просто сумасшедшее утро. Все началось с того, что я разбудила Владу. Ушла готовить завтрак. И когда уже на часах была половина восьмого, а ее все еще не было, решила пойти подогнать ее, чтобы она быстрее собиралась. А она, оказывается, не встала. Просто решила полежать еще минутку и осталась в своей кровати. Ну, как бы Владочка, конечно, собралась. Успела выйти без 10,8. В школу, благо, школа у нас в двух шагах. После этого у меня чудил Макс. В общем, он у меня ел и собирался больше часа. Я уже успела накраситься, собраться, одеться, заправить постель, все разложить. А Макс у нас все еще был в пижаме. В общем, я, конечно, понервничала сегодня утром. Сейчас бегу за хлебом, покажу вам самый лучший магазин, самый вкусный хлеб в городе Торезе. Итак, это был Варлича и наша любимая кулинария Украины. Кулинария Украины. Иду с вами дворами, потому что очень ветрено. Надеюсь, что здесь будет не такой ветер и меня будет слышно. В кулинарии у нас собственная пекарня, поэтому хлеб, который я покупаю утром, он просто с пылу с жару. Очень теплый и хрустящий. И у нас весь город продает хлеб из кулинарии. Есть, конечно, и другие пекарни, но это самое-самое вкусное. Кожа поднимается домой. За дни моего отсутствия на канале практически каких-то таких событий значимых не произошло. Первое, что хочу рассказать, это те вещи, которые я показывала для Владушки. Мы их все оставили. Сейчас я вам покажу, как они смотрятся на ней. Привет, друзья! Я прибежала с рынка. Как я уже вам сказала, мы вернули оба платья. И мое, и Влада. Влада не подошло просто ей, конечно, по размеру. Оно слишком длинное в росте, на нее великое. И, скорее всего, из-за этого была вот эта волна на спине. Мое платье. Я просто подумала, что к нему мне, во-первых, ну, сейчас я его уже отдельно сама по себе носить не смогу. Поэтому нужна какая-то куртка. Нужна какая-то сумка. В общем, покупка этого платья тянула дополнительные расходы, которые на данный момент для меня не предусмотрены. То есть, мне нужно платье, я хочу себе платье. Но, скорее, это какой-то будет такой нарядный вариант. Потому что в декабре, ну, и вообще у нас с наступлением зимы, осенью, у нас очень много праздников. У мужа день рождения в ноябре, потом в декабре день рождения у дочки, Новый год и все новогодние праздники. В январе день рождения у меня. И мне нужно что-то нарядное. Поэтому, как бы я его отнесла, чуть позже будет завоз. И обязательно я себе что-то куплю, вам покажу. Ну, а сегодня с рынка я тоже перешла, не с пустыми руками. А вместо платьев я взяла Владушки вот такие брюки утепленные. Очень красивые. Купила бы себе такие, но моего размера не было. То есть, те, что я померила, я в них влезаю. Но они очень-очень узкие. На меня не хочу покупать такое. А Владушки взяла завышенная талия, которая сейчас модная. Ну, и как бы практично, да, поясница всегда будет закрыта. К этим брючкам я взяла и вот такую красивую фиолетовую водолазку. Безумно приятная к телу вещь. Очень нежная, очень классное качество. У меня у самой такая же коричневая. Я без ума от нее. В носке замечательная, не кошлатится. Цвета такие же яркие остаются после стирки. В общем, очень-очень довольна. Горловина мне нравится, как обработана. Здоровская водолазочка. И взяла Владушке еще одно платье. Надеюсь, что это подойдет. Если подойдет, значит, оставим его, если ей будет к лицу такой цвет. Но я думаю, что будет. Потому что вот в рыженьком ей было хорошо. И скорее она осеннего цветового типа у меня. Поэтому ей такие цвета должны как раз идти. Очень интересный такой пояс. Спереди широкий он. Сзади оборачивается вокруг тела и завязывается бантиком. Вот такое платьице. И сзади опять-таки интересно. Здесь выкат больше, чем спереди. Такая слегка приоткрытая спинка. И металлическая молния. В общем, модная, красивая. Опять-таки, надеюсь, Владе понравится. Вот с такими покупками я вернулась домой. Вот такое платьице. Повернись спинкой. Очень красиво смотрится. Села просто идеально. Владе больше нравится без пояса. Сними, Ладость, покажи. Вот, я думаю, что так тоже хорошо. И ещё мы купили вот такую водолазку фиолетового цвета. И брюки с завышенной талией. А в четверг мы планировали сходить в кинотеатр. Но, к сожалению, на моё счастье, как всегда, сеанс отменили. Правда, муж сказал, чтобы я не расстраивалась. Фильм он уже этот смотрел в интернете. И сказал, что он неинтересный. Фильм называется «Разлом». По-моему, «Разлом» и название какого-то города. Если вы видели, напишите мне в комментариях, действительно ли я ничего не потеряла. Или стоит всё-таки на этот фильм сходить. Потому что до четверга он ещё будет у нас в прокате, в нашем кинотеатре. Вот, собственно, ну и все такие события. Ничего особо не было. А в субботу ещё приходил к Владушке в гости её друг Вадим. Мы замечательно посидели, попили чая, пообщались на жизненные темы ближе, немножечко познакомились. Вот. Ну и в остальном, как бы, мои выходные проходили в таком спокойном режиме. Я обычно очень люблю, когда жизнь кипит, когда полно всякого разного, всяких событий. Но иногда мне тоже хочется отдохнуть. Хочется взять какой-то тайм-аут такой. Просто побездельничать, почитать, посмотреть какие-то ролики. Потому что я не только YouTube-блогер, я ещё и зритель, прежде всего. Что смотрела? Смотрела вдохновляющее и воодушевляющее, мотивирующее на какие-то подвиги, скажем так, в кавычках. Подвиги домашнего, карманного масштаба. Значит, смотрю сейчас видеоблог Насти Каменских. Очень понравился. Настя решила похудеть и завела свой блог. Круто снято. Тоже вот прикольные обычные влоговые видео. Единственное, что не ежедневные. Я пересматриваю всё от начала до конца. Сейчас, по-моему, я на 10-м влоге. На 10-м влоговом дне. Нравится. Очень нравится. Довольно. И ещё смотрю «Бизнес-молодость». Снова начала их смотреть. Не смотрю все видео подряд. Выборочно, избирательно. И вот последнее, что я посмотрела, это жёсткий пятничный разбор с Петром Осиповым. Очень вдохновила. Очень прямо. Вот, поэтому после этого пятничного разбора я стала задумываться о том, что я поменяю немного. И вообще мне очень захотелось действовать. Захотелось что-то внедрять, что-то вносить новое и в свою жизнь, и в свою работу, и в свои блоги, в свои видеоканалы. Вот так прошли мои выходные. То есть, ничего не снимала. Дала немножечко себе отдых. Очень много времени, конечно, занимает и съёмки, занимает монтаж очень много времени. И вот от этого я, скажем так, отдыхала. Ну, а сейчас я немножечко занимаюсь домашними делами. Привожу квартиру в порядок. Снимаю, в данный момент, конечно, как вы видите, я снимаю стирку, снимаю бельё, раскладываю её, развешиваю. Хотела бы погладить, но, к сожалению, у нас нет света. Почему-то отключили электричество. Я думаю, что он включится, и я ещё займусь, конечно, иглашкой и съёмками. Сегодня у меня тоже это в планах. Увидимся. Света у нас как не было, так и нет. В самом разгаре съёмочный процесс. Я снимаю видео о переменах жизни, которое уже сегодня выйдет на моём канале. В гостях у непростой домохозяйки очень интересное, очень важное видео о том, вообще, что будет происходить в моей жизни в ближайшие два месяца. Вы, собственно говоря, за этим сможете наблюдать, потому что я буду выкладывать ежедневные влоги, ежедневные отчёты. Ну, а пока переходите на канал непростой домохозяйки и смотрите, что интересного я для вас подготовила. Наконец-то я закончила съёмку, я отсняла два ролика, и пока я снимала, домой вернулась Владушка. Привет, Владуська. Привет. Владуська, что ты сегодня, в школе была или прогуляла? Ну, ладно, была. Привет, сегодня была в школе, сегодня был вообще странный день. Пришла в школу я в шортах, и мне сделала замечание наша классная руководительница, и сказала, что меня могут выгнать со школы домой, чтобы я вошла переодеваться. Типа нельзя ходить в шортах только в юбке или в джинсах. Вообще странный учител у нас. А какие у вас сегодня уроки были? Украинский язык и что ещё было? У вас два урока сняли, да? Да. Нормально. Ты первый язык. Ты что, зависла? Чем ты на школе занималась? Ты вообще в школе сняла, была или ты вместо урока пошла, ходила, гуляла? Ну, давай, какие у тебя уроки? Математики не было. Давай этим. Путём исключения биология, география, география. Нормально. Самый страшный урок забыла. Спрашивали тебя сня почему-то? Оценки не получила? Ну, это тоже хорошо. Это лучше, чем плохие. Да, отсутствие оценок, это лучше, чем плохие оценки. С сегодняшнего дня собирались мы вести правильное питание. И что, Света у нас нет? Есть у нас нечего. Я ничего не могу даже приготовить. Поэтому, скорее всего, пойдём к бабушке, поджарим сосисок, сварим макарон. А правильно питаться начнём уже вечером или завтра. Или послезавтра, если не включат Свет. Нет, Свет должны включить сегодня в 3 часа дня. Хотя, да, и начавку внесёт. И я тоже. А мне сегодня ещё монтировать два видео. Ладно, друзья, встретимся. Пока! Отсутствие Света и, соответственно, интернета – это самое лучшее время для чтения. Мы с Владой устроились на диване, каждая со своей книжкой. Так что сейчас будем читать. Солнце уже садится за горизонт. А это значит, что пришёл вечер, и пора идти забирать Макса из детского сада. Но прежде, чем пойти в детский сад, мне нужно сделать ещё одно дело. Когда мы летели в Турцию, в Дьюти Фри я нашла свой новый аромат, любимый аромат – духу. И сейчас я хочу зайти в наш магазин «Нюанс» и узнать, привезли его или нет. Я заказывала. Отправляемся туда. Тук-тук. Здравствуйте. Весачий аксалю. Не привезли меня тёрку? Хорошо. Так. И ещё мне лаконить маселко для кончика волос. Угу. И ура! Я иду домой не с пустыми руками. Нет, нельзя. Пойдём, ты куда? Там закрыто. Максим! Пойдём, сынок. Спасибо.